Высокий уровень мастерства и шоу превосходного качества – то, к чему стремятся организаторы гала-концерта премии «Андрюша». В техническом плане каждый год появляются новые спецэффекты, а в творческом – новые лауреаты и юные таланты Золотого фонда, куда попали те, кто совсем чуть-чуть не дотянул до главного приза. Девятая церемония запомнится зрителям шоу-номерами с большим количеством артистов. Самый ответственный момент подготовки – это генеральная репетиция, когда вместе с детьми на сцену выходят и звездные гости – попечители фонда. Интересно работать с профессионалами. Бывают и дети профессионалы, и взрослые. И среди детей тоже есть потрясающие профессионалы. Приятнее работать с людьми, которые четко делают свою работу, отвечают на все какие-то моменты четко совершенно в дуэте, партнерстве. Они все талантливые. Их объединяет эта прекрасная премия солнечного мальчика «Андрюши», который их объединил под своим крылом. И мне кажется, как-то это такое божье привидение, когда он собирает таких прекрасных детей. Не знаю. Мне кажется, что с каждым ребенком это должно происходить в том жанре, который ему близок. Это должно быть… Нельзя загадывать такие вещи. Вот есть талантливый какой-то ребенок, надо смотреть, в чем он будет хорош. Ну, с детьми очень хорошо занимаются, должна вам сказать. Вот это заметно даже по тем записям, которые нам присылают для жюри. Видно, что с детьми занимаются с любовью. И я наблюдаю уже не первый год за одними теми же иногда детками. Видно, как они растут. Они все подготовлены профессионально. И нам профессионалам несложно в одном номере спеть синхронно и правильно. Да что там! Он был, как все вы, необыкновенный. Необыкновенный, а прекрасный. Солнечный мальчик. Для этого праздника детства я всегда выбираю те песни, в которых есть очень много любви и тепла. За последние 20 лет дети перестали петь детские песни. И я ничего другого не мог придумать, как петь те песни, которые они должны знать. Потому что если дети поют взрослые песни, значит, должны быть взрослые, которые будут петь детские песни и рассказывать им о том, как раньше писали музыку, как сочиняли стихи. Не по бизнес-раскладу, а по велению сердца. Поэтому песни, которые многие называют ретро или старые песни, они не могут так называться хотя бы потому, что ты их начинаешь петь на сцене, а в зале тут же начинают подпевать. Значит, песня не старая, значит, она продолжает жить, значит, она не стареет, значит, у нее много любви и энергии. Детство, детство – это красный радуг. Детство, детство, детство – это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда сияться, дети, и в мирном мире жить. Детство – это к лауреатам, премии их педагогам и наставникам, приглашения на международные фестивали и конкурсы, а также путевки в творческие школы и лагеря. Таковы итоги очередного года работы благотворительного фонда «Андрюша». В следующем году у фонда юбилей, а это значит в планах команды подготовка грандиозного представления и, конечно же, поиски и помощь новым талантам. Субтитры создавал DimaTorzok